Когда полная луна светит зимой через тонкую пелену облаков, вокруг нее можно увидеть красивые радужные круги, так называемые венцы. Похожее явление наблюдается, если посмотреть на яркий фонарь через запотевшие очки или через морозное стекло автобуса. Вынесем фотоаппарат на улицу, наведем его на фонарь, подышим на стекло, поднесем это стекло к объективу и сделаем несколько фотографий. Вот что у нас получилось. Откуда здесь берутся радужные цвета? Чтобы разобраться с этим, сделаем несколько опытов. Разрежем лезвие бритвы пополам и зажмем половинки спичками, чтобы между ними получилась очень узкая щель. Поставим щель вертикально и посветим на нее лазером. Мы видим удивительное явление. Свет лазера, вместо того, чтобы пройти прямо за щель, отклонился на разные углы в горизонтальном направлении, да еще и разбился на пятна, разделенные темными промежутками. Это явление называется дифракцией света на щели, и оно объясняется волновой природой света. Рассмотрим такое направление, когда между лучами, идущими от противоположных краев щели, возникает разность хода в одну длину волны. Разобьем щель на кусочки. Каждый такой кусочек работает как переизлучатель. При излучении в этом направлении один край щели отстает от середины наполовину периода, другой настолько же опережает ее. И в этом направлении получается темная полоса. А следующим темным полосам соответствует разность хода в две длины волны, три и так далее. Заменим вытянутую щель на отверстие, проколотое в фольге острой иголкой. Теперь дифракция идет одинаково по всем направлениям, поэтому на экране видны концентрические окружности. Поставим на пути лазерного луча непрозрачную пластинку, в которой сделано много случайно расположенных одинаковых отверстий. Эти отверстия совсем маленькие, всего 60 микрон в диаметре. Поэтому кольца получились большими. А от того, что их много, картина вышла достаточно яркой. Если отверстия, проделанные в темной пластинке, заменить на темные круги, нанесенные на прозрачную пластинку, картина практически не изменится. А теперь осветим эти же круги точечным источником белого света. И у нас получились радужные венцы, как от фонарей на улице, только более четкие. Красный свет при дифракции отклоняется сильнее всего, синий меньше всего. Поэтому световые кольца получились снаружи красными, а внутри синими. Теперь мы поняли, что радужные венцы в облаках или на запотевшем стекле возникают благодаря дифракции света. Водяные капельки не одинаковы по размеру, поэтому радужные кольца расплываются и накладываются друг на друга. И картина в целом может получиться весьма причудливой. Субтитры создавал DimaTorzok